все ребятки мы подготовили наш рецепт вот так мы его поставили здесь так как мы с вечера машину поставили на рамп у нас утречка быстренько загрузили после этого нас отправили на затаможку в город хельм всем огромный привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал через 140 загрузили дорогие друзья нас быстренько 9 часов 49 минут документ отдали едем час в хельм на затаможку ну почти почти лукойл почти лукойл километр и опять направо я так понял национал очками будем ехать через километр это направо навигация что пишет прямо 40 километров так а нам через километр направо да вон там дальше еще указатель есть вот любого видишь написано с левой стороны есть указатель для повод клада клада вот сюда направо и пану на лепше ехать чудою на затаможку в хельм на загрузке порекомендовали ехать по националкам мы ехали с парчево 812 будем ехать на лепше не промажите главное чтобы навстречу никто не ехал а то тут очень гусенько не промажите а то тут очень гусенько Главное, что не было никаких указателей, запрещающих нам сюда заехать, к грузовикам. Так что, значит, тут ездим, смотрим мы на эти националки и удивляемся. Национальные дороги у них лучше, чем наши. Заезжаете в Дебова вот это и потом берете налево. Налево давайте по 819, сейчас будем заезжать на 819, так нам сказал дядька. Через 300 метров поверните направо. Нет, не направо, налево. Трешки? Ну да. То есть мы на главный сейчас будем заезжать. Вот она 819. Сосновидец. Сосновидец. Парчик направо. Едем, 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 едем. Все, Дебова к лодам. Сосновидец. Сосновидец. Трешки направо. Вы превышаете допустимую скорость. Держитесь правее по главной дороге. Сосновидец. Сосновидец. Тут направо. Сосновидец. У нас в Маку. Э sog. И это привез죠e. У меня хрис того Тораска. У нас в Маку. Тут, правда, в Пляже. Убрань. Чтобы отправиться. На долу мы не едем. Едем. О, там прямо 8 тонн, Филипп Андреевич. ехали мы по этим националкам дорога для нас была новенькая но вы друзья не забываем подписываться кто не подписался и ставить лайки каждый каждый голос для меня очень важен короче мусорка и возле мусорки на мусорку выкинули выкинули бедняжку на мусорку самое ценное колеса сняли вот так вот сейчас дорогие друзья уже половина 5 1630 мы еще не получили документы этот таможенный терминал город хельм польша очень много машин здесь а стоит был таможенник посмотрел наш груз что-то ему не понравилось как стоит наш трос пломбировочный еще что-то типа высоко очень он стоит но мы ему объясняем что у нас борт и он не может идти низко ну что будете без пломбы без пломбы так без пломбы поедем ничего страшного в этом нет сам хельм мы приехали ближе к обеду таможня была сильно сильно загружена очень много было машина на самом терминале и около пяти часов примерно нас затамаживали мы уже с папой думали может отсидеть еще в четыре часа сделать девятку потом передумали скаль поехали молчу же на границу все у нас время еще было вагон и мы двинулись на границу чудо охранник рукой махнул так посмотрел махнул рукой и я ему поясина начаться то 20 лот понятника понятника все оформились навигация поставили и промажите наконец-то я увидел этот хель говорю папе ну что познакомишь меня с бабушкой каждый раз когда мы едем на таможню там проверяют когда нас и папа по-польски нормально довольно таки хорошо разговаривать и поляки постоянно ему говорят урва панк ты хорошо разговариваешь по-польски ты случаем не поляк по каждый раз типа да у меня папча с холлахельми каждый раз типа дед в сороковых годах собрал бабушку отсюда с польши и везу в молдавию пока держим путь на любви и и и и и и Вот он и Томашев, Любельский, дорогие друзья. Мы прям подъезжаем потихонечку от границ, еще немножко нам осталось, пока едем через Томашев, там делают объездную, но она еще не открыта, поэтому пока, не знаю, поставят тут знаки, не поставят, но скорее всего тут поставят знаки, будем ехать по объездной, через Томашев уже не будем ехать. Ну, 19.00 время довольно-таки спокойно вроде бы, а то иногда приезжаешь, тут даже на первом кругу пробки такие, что ого-го. А сейчас? Сейчас мы просто с Кракмалом едем. Тут пару светофоров сейчас, немножко. Интересно, те, кто будут ехать сюда, затамаживаться, как они будут сюда ехать, уже посмотрим. А может и не поставят знаки, вот мы загадываем сейчас наперед, а кто его знает? Ну, есть там съезд один, съезд другой. Схуд, восток, запад. Схуд, я смотрю на границу, чешу. На границе всегда чешет. Сейчас идут резко. Вы идете с колейки с параком. Все. Домашов. Вы превышаете допустимую скорость. Впереди граница, дорогие друзья. Бельгинец. Гребенная. Гребенная 22 километра. Терминал Рава Русская, ребята, наполовину пустой. Или наполовину полон. Вот так вот. Мы приехали в полвосьмого вечера. Отстали в лесу. Вот лес заканчивается. Вот потоки идут. Лес и там уже эти вот брамки. Раньше камеры там были. Сейчас камеры что-то не работают. И вот еще ниже, 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 ближе к лесу. Мы там встали. Километра два где-то получается до шлагбаума. Много очень стояло на паузе. Видимо, ребята увидели, что продвижек нету и встали на паузу. Там объехали пятерых или шестерых. Потом еще. Потом там идут мосты. Вот два моста идут. Между мостами там. Между мостами. Обычно не разрешают вставать на паузу. А сейчас было все забито. Все стояли на паузе. Так вот, мы заехали уже и на польскую сторону. На польской стороне тоже веса. Два работали веса. Быстро проехали. Терминал на польской стороне был пустой. Оформление документов реально минут пять. Вот на Польше минут пять длилось оформление документов. Проехали польскую. И на шлагбаум, ну уже как заезжать в Украину. Там уже было немножко тесновато. Машины в два ряда стояли. Но все равно мы получается где-то в четыре утра, в пол пятого, ладно, пускай будет. Мы заехали уже на сам терминал сюда, на Рава Русская. Вот получается часов каких-то, ну пускай будет десять, ладно, максимум десять. Ну там и то десяти часов нет. Заняло у нас прохождение вот это, когда мы думали, что как минимум полторы сутки надо будет. Мы даже уложились в программу. У нас еще оставалось два часа рабочих. Мы уложились в программу. И так как тут терминал был свободный, мы уже тут встали на паузу. И вот сейчас пауза наша закончилась, и мы уже едем в сторону дома. Ну, впереди у нас Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, и мы едем на Криву. Думали мы с папой, может, ехать на Кучурганы, там круг небольшой ехать. Хотя по времени получается одинаково. Мы решили все-таки поедем на Криву. Так что вот так. Реально мы рады, все хорошо. Еще, ребят, схема, вот мне нравится. Мы три раза ехали на Криву, и там украинский таможенник, вот вечно у них нету номера нашей декларации. И мы вот папа сейчас думаем, неужто это какая-то схема разводная, разводить там пока ему туда-сюда. Потому что последний раз он сказал, что нету вот этой номера декларации, что-то он не может найти туда-сюда. И мы с папой, говорит, ну хорошо, ладно, мы тогда после пересменки пошли в машину, было тоже утро, в 5 часов где-то утра. Пошли в машину, легли спать, в 7 часов утра стучит в машину, идемте там. Я нашел, порылся, покопался, уже, короче, смена его заканчивалась, и, видимо, что он будет нас держать здесь еще на следующую смену. Наверное, их за это тоже ругают, потому что машина, считайте, заехала в 3 туда, и пока мы оформили. Ну, где-то в 5 часов утра, и он, считайте, 5, 6, 7, 8, 3 часа мы стоим на месте, вообще не двигаемся там, хотя не разрешают на терминале стоять на Молдавском. Если у вас такие ситуации были, друзья, мне просто интересно, только у нас так, или у вас еще кто-то ездит вот по этой таможне, по этой границе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Сейчас, ребятки, самое время отметить ваше присутствие на моем канале с лайком и комментарием, кто там еще не подписался. Подписываемся, друзья, и пока на этом все, дорогие друзья, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, не забываем подписываться, ставить лайки и комментировать. Всем добра!